В советское время их знали все. Взрослые получали молочку в специальных кухнях, ее поставляли в детские сады, больницы и школы. Потом кухни закрыли, но качественная продукция осталась. Сейчас ее можно купить в магазинах, ее же могут получить бюджетные организации по итогам конкурсных закупок. После смены собственника большая часть коллектива осталась работать. Говорят, куда идти, если работа нравится, коллектив дружный, зарплату платят вовремя. Да и сама продукция, уверены сотрудники, социально значимо. Я и сына вырастила на этой продукции, и родственники берут, и знакомые берут. У нас идет все натуральное. Если сметана заквашена, только чисто на заквасках натуральных. Если йогурт тоже на бактериях, и закваски натуральные, что полезно, конечно, и детям. Конечно, с приходом нового собственника появилось и много новых задач. Одна из важных – ремонт здания и обновления производства. Часть работ уже сделали. Изношенные инженерные коммуникации и системы отопления отремонтировали. Не стоит сотрудникам беспокоиться и по поводу пожарной безопасности. Но дел еще достаточно. Далее будет увеличение мощностей производственных. Установка более современных линий для фасовки продукта. Ну, и увеличение мощности на пастеризационной линии также. Установка дополнительного оборудования. После модернизации на предприятии планируют увеличивать и объемы производства. Кроме стерильного, витаминизированного детского молочка, сметаны для детей и взрослых. Здесь уже делают творожки с фруктовым наполнителем. По словам собственника Гарри Шония, если раньше продукция Модеста была представлена только в магазинах нашего края и соседней Новосибирской области, то теперь ее можно найти и в торговых точках Республики Алтай, Новосибирской, Томской, Кемеровской области и Красноярского края. Татьяна Голубева, Николай Шелкодий. С толком.